МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Гомеле отбылся третий концерт запотрабованного слухачами проекта «Сусветные саундтреки». А зараз об этом и иншим больше подробязнам. Державные лесогасподаршие и природоохолные установы древопрацучей организации, яким продоставлены у аренду участки лесного фонда для заготовки дравнины, смогут набывать сучасную технику и обсталявание на льготных умовах. Гэта предугледжена указом номер 219, який подписал президент Беларуси Александр Лукашенко, поведомили у пресс-службе керавника державы. При этом умове поставки техники и обсталявания у этой установы будут аналогичные умовам ее набития для организации агропромислового комплекса. Принятие указа даст макшимость забеспечивать ритмичное обновление машино-тракторного парку сучасной техникой для проведения полевых работ в ответственности с технологичными регламентами. За народжение и выхование пяти и больше детей ордена мати узнагороджены 34 жихарки Гродненской, Могилевской и Гомельской областей. Отповедный указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко. Сироты узнагородженных – представницы самых разных сфер деятельности. Они працуют в сельско-гасподарчах, гандлевых и религийных организациях, установах адукации, аховы здоровья, ведут хатню-гасподарку. У их лику работница Лельшицкой средней школы номер 2 Галина Сечка. Сегодня Гомель с официальным визитом наведала делегация с Кировской в области Российской Федерации. Гости побывали на выставочных пляцовках холдинга «Гомсельмаш». После чего сустрелився за столом перамов в палаце Румянцевых и Паскевича. С подробностями Марина Джалая. Холдинг «Гомсельмаш» продает свои комбайны в Кировскую в область уже от 14 годов. Зараз на полях Российского региона працует свыше 101 гомельской техники. В справном стане вся набитая за эти годы. При возникнении техничных несправностей у господарки связываются с дилерским центром «Гомсельмаша», який денечая на Кировщине. На предприемстве кажут, что экспортовать туда корма и зернеуборочную технику можно было бы у больших объемах. Аля справа о отсутствии у Кировской в области специальных программ, по яких можно было бы набивать потребную технику. Поддержка сельхозпроизводителя не очень интенсивно осуществляется, поэтому закупка техники идет в основном за счет собственных средств, а сельхозпроизводителя не очень много сегодня денег. В течение последних лет «Гомсельмаш» проводит такую ценовую политику, то есть принимает свои программы, которые позволяют удешевлять технику, чтобы конкурировать с Россельмашем. Наступным пунктом визиту делегации стала встреча с Кировницей Гомельского облаконкама. Она прошла в Палаце Румянцевых и Паскевичев. Тут были огучены основные кропки взаимодействия регионов и вызначены новые шляхи развития. В основном они тычатся знову же сферы сельско-господаршего машинобудования. В этом регионе России лето не вельми протяглое. Кожный день для агрария – нового золота. Там важно корыстаться техникой, которая отвечает всем потребованиям для максимально эффективной работы в таких климатичных умовах. «Гомсельмаш» смогут удосконаливать комбайны и продавать их в оптимальной для кировских палетках комплектации. Все рабочие вопросы обсудили, в том числе связь между технической нашей государственной службой, чтобы мы могли предлагать, и встреча была с конструкторами завода, чтобы мы могли со своей стороны предлагать для наших климатических условий, какие бы усовершенствования в машине можно было еще принять заводу конструкторскому бюро. Поэтому такая рабочая очень хорошая встреча и с губернатором, который хорошо знает село, и все вопросы о взаимном сотрудничестве, они возможны». До речи, подчас проведения пятого форума региона Беларуси-России, который пройдет в вероятность в Могилеве, планируется подписать погоднение об супрацовнестве. Оно будет заключено помеж Кировской и Гомельской областями, Гомельским областным советом депутатов и законодавшим сходом Кировской области. Больше подробностей сюжета в визите делегаций Кировской области в Гомель глядите в неделю на телеканале «Беларусь-4» в Гомель в программе «Новины ты дня». У червяне беларусы отримают незвычайные поведомления об оплате коммунальных послуг. На их у правой верхней части будет надрукованный QR-код, у яким закладена информация об особистом рахунку. Оплатить жильево-комунальные послуги с его допомогой можно будет празмобильный банковский додаток цена поште. Зараз махшимость оплаты с допомогой QR-кода предоставляют своим клиентам Белинвестбанк и БТА-банк. Иншые уже разглядают махшимость отповедной допрацовки своих мобильных додатков. А значим, что новинка не з'является революционной изменой звыклых способов оплаты. И она только поскарает процесс. Еще один солдат, який загинул под час Великой Айчиной войны, вернулся на Радзиму. Сегодня на белорусско-украинской границе пройшла церемония передачи белорусскому боку останков пограничника, якие были знайдены под час пошуковых работ у Кировоградской области. Долгая дорога до дому. У материала Олега Сентюрова. Зараз эта нейтральная полоса на белорусско-украинской границе. Как трапить сюда, необходимо пройти целый комплекс мытных и пограничных процедур, але под час Великой Айчины граница была достатково умовной. Калим мерковать по злотках сал-информбюро, эта территория была вызвана 28-го вершня 43-го года под час Чарнеговско-припятской наступальной операции. Сегодня война нагадала об себе знову. Эта подея зараза в самом початку Великой Айчины. 21-й кавалерийский полк заходной пограничной округи оборонял Украину. У Кировоградской области бои были настолько жесткими, что 1200 пограничников полка у живых засадили не больше 200 человек. По вынику пошуковых работ останки некоторых загинувших отрывался вызначать. У тимнику вороженца Витебской области молодшего сержанта Тимофея Морозова до речи побольше зим лежали представники еще двух народов русского и украинского. В яме от воронки снаряда лежал и командир Морозова, лейтенант Филатов. Также по медальону удалось прочитать его имя из России, а также украинец Кириченко из Сумской области. Разом с останками загинувшего пограничника белорусскому боку передаются так же особистые речи героя. Церемония урочистая и жалобная одночасовая. Представники Украины кажут о подячности Белорусу за проявленный героизм и о почутке поваги до оборонцового чины. Сегодня в Украине есть специальная программа по пошуку загинувших червоноармейцев и передачи их останков на малую родимую. Наши громадские организации, которые есть при государственной прикордонной службе Украины, активно працюют над этими вопросами. И мы прикладываем максимальный усилий для того, чтобы каждый военнослужащий, который поклав своё життя во время этой кровавой войны, был похован на своей земле, где он родился. И мы прикладываем максимальный усилий для этого. Загинувший подчас обороны Украины пограничник Тимофей Морозов уродженец вёстки судиловича Дубровинского района Витебской области. Однако, знайся его родных покой не отрымався. Подчас Великой Айчины вёстка была полностью снищена и частково отновлена только в послевоенный период. Зарастом наличиваются всего три подворки. По этой причине в пограничном комитете приняли решение об заховании останков Тимофея Морозова в братской могиле, которая находится на Минщине. Траурный кортеж проследует на территории Республики Беларусь. И в дальнейшем он будет похоронен в братской могиле в деревне Тарасово, где уже похоронены наши пограничники, судьба которых также была неизвестна и которые на сегодняшний день не имеют родных и близких. Олег Сентяров, Евген Макеенко, телерадио-компания «Гомель» с белорусско-украинской границы. За пушние 20 годов темп жития людей значно поскорился. Особливо в острове это отшувается в буйных городах. Колькость штабионных справ повеличивается, а часу и сил на их выполнение катастрофично не хватает. Именно в такие моменты человек начинает звертаться до разностайных стимуляторов житового тонуса, до которых относятся энергетические напитки. Но специалисты попередживают об рисках их уживания. Так званные ватки-батарейки им клево набирают популярность у молодых и людей среднего возраста. Газованные напитки смешают речевые, которые стимулируют нервовую, сердечно-сосудистую и эндокринную системы. Организм человека отримливает стресс и начинает працевать с повышенной нагрузкой, выкидывающей у кровь великую дозу адреналину. Возникает короткотерминовый эффект прилива сил, бадеростей, з'является эйфория и навод гиперактивность. В таком стане взносоустойливости организма падает, а ресурс внутренних органов значительно снижается. Причем есть категории граждан, которым медики настойливо рекомендуют детям, подросткам, беременным женщинам, пожилым людям, людям, у которых уже повышено артериальное давление, у которых уже высокий уровень глюкозы крови, у которых повышена возбудимость нервной системы, то есть уже бессонницы какие-то наблюдаются, повышена какая-то такая возбудимость нервной системы, повторюсь, с глаукомой. Ну, то есть есть ряд медицинских противопоказаний. При постоянном уживании энергетичных напитков человек страчуя внутренне запасы организма и прыгнятая нервовую систему. Это может привести до занепаду сил, бессонницы, раздражняльности, депрессии и навод летального заходу. Вечер, когда кино оживает, у Гомеля отбылся третий концерт запотребованного слухачами проекта «Сусветные саундтреки». Отримать асалоду от новой грандиозной и захопляльной музычной программы аматеров кино по доброй традиции запросили у Палац культуры «Чугуночников». Концерт «Сусветные саундтреки-3» включил у себя самые знакомитые хиты с фильмов, мультфильмов и сериалов, которые стали лидерами «Сусветных прокатов» и кинорейтингов. Ширые и проникненные инструментальные и вокальные композиции гучали у выполнение музыкантов державной установы Гомельские городские оркестры. Концерт объединял как фильмы, которые стали сусветной классикой, так и новинки кинопрокату. У программы «Сусветные саундтреки-3» учала музыка с таких знакомитых картин, как «Шерлок», «Интерстеллар», «Леон», «Профессионал», «Армагеддон», «Кот-Давинчи» и многих инших. Чтобы створить полное погружение в атмосферу сусветного кинематографа, фрагменты стужек транслировались на великим экране. Программа «Сусветные саундтреки-3» была организована по шматликих просьбах гамельчан. Дарыш однайменный проект отримал у «Слухач-шоу» великий поспех и за все делазился при полных залах. «Насколько я понимаю, у нас аншлаг и у нас полный зал, поэтому это программа, которая всегда вызывает восторг у публики и мне кажется, что публика никогда не перестанет от нее уставать. Продолжение западных кинофильмов вряд ли уже будет, а вот насчет русских советских кинофильмов, конечно, я думаю, что это можно будет сделать и опять же, это вызовет большой успех у публики». Увежу Палац Румянцевых Кипаскевича открылась выстава живопису талиновитых гомельского автора Анатолия Бирина. Экспозиция «Душа Мастака открыта» присвечена его 70-ти годзю. Анатоль Бирин народился в российском городе Владивосток. У раннем возрасте разом с батьками переехал у Гомель, который стал для его родимым. Свой творческий шлях начал у заслуженного наставника БССР Валентина Пакаташкина у студии выявленного мастатства в Палаце Пионеров. Затым в этой же установе працавал мы с таком оформителем. Анатоль Бирин майстер пейзажного жанра, который так само выдатно пишет портреты и натюрморты. Его работы находятся в музейных установах и приватных коллекциях Беларуси и замежных краин. На выставе у Гомеле представлено 10 картин разных перейдов творчества автора. Мастатские полотны одлюстровывают первоважно краевиды родной гомельской земли, на которой живет и працует майстер. Посетитель, который придет на нашу выставку, увидит интересные работы, почерпнет для себя что-то новое, потому что представлено очень много живописных работ, связанных с Гомельщиной. Здесь и гомельская епархия, и прекрасные виды реки Сож, и Петропавловский собор, а также портреты, интересные работы, с которыми может познакомиться посетитель на выставке Анатолия Ивановича Бирина. Геты и иншие новини вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресі www.tvrgomel.by Далее у эфиры де-факто и спортивный огляд. Я же с вами развитываюся. Всего доброго и до встречи у эфиры. Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев здравствуйте. Около 500 литров самогонной браги обнаружено и уничтожено сотрудниками милиции в деревне Движки Ельского района. Емкость с хлебной браги предприимчив местный житель хранил в гараже. Этого количества слегка и хватило бы на производство около 100 литров 40-градусной жидкости. Но попытка незаконного производства алкогольной продукции была вовремя пресечена. Сотрудниками Ельского РУВД в доме местного жителя было обнаружено 480 литров браги, которая была уничтожена. В настоящее время проводится проверка. В милиции также сообщили, что хозяин Вероятнее всего не без алкоголя произошел курьезный инцидент вблизи деревни Горошко в Реческого района. В Днепре отдыхающей молодежью был утоплен автомобиль Лада. Пятеро приехавших в Беларусь россиян парни и девушки отдыхали на берегу реки. Чуть позже двое уединились в машине. В какой-то момент автомобиль начал движение и покатившись со склона оказался в воде. К моменту прибытия спасателей ВАЗ-2110 уже полностью скрылся под водой. Его обнаружили на глубине 4 метров и в 15 метрах от берега лежащим на крыше. При помощи лебедочного троса автомобиль был извлечен из реки на берег. По предварительной информации автомобиль съехал в реку в связи с тем что не был установлен на стояночный тормоз водителем а также им не были предприняты иные меры для фиксации автомобиля на берегу. На операцию ушло 2,5 часа пострадавших среди людей нет. А вот у Лады оказалось немного помята крыша и разбито лобовое стекло. На территории Гомельской области за прошедшие сутки было зарегистрировано 26 дорожно-транспортных происшествий где 2 человека получили телесные повреждения. В Реческом районе 41-летняя женщина водитель управляя автомобилем Ровер 75 на закруглении дороги не справилась с управлением съехала в кювет где опрокинулась. Такая же участь постигла и 37-летнего мотоциклиста в Чечерском районе. Его ИЖ Планета 5 оказался лежащим на обочине. Сам не имеющий права водитель был госпитализирован в хирургическое отделение Чечерской райбольницы. Такого взор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжают новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. В Жлобинском районе впервые проходит спартакиада союзного государства среди молодежи. За награды поспорят около 200 студентов учреждений высшего образования Беларуси и России. В течение четырех дней соревнования по легкой атлетике, волейболу и мини-футболу. 10 июня торжественное закрытие и вручение наград. В спортивном рейтинге союзного государства спартакиада среди детей и юношества занимает высокое место. Участвуют все-все вузы нашей республики, ну и лучшие-лучшие вузы по тем или иным видам спорта, которые занимают призовые места по итогам универсиады, вот попадают на спартакиаду союзного государства. Да, это не профессиональные спортсмены. Во время торжественного открытия студенческой спартакиады озвучиваются названия высших учебных заведений, представители которых принимают участие в соревнованиях. Список впечатляет более 21 вуза, представляющих Беларусь и Россию. Спартакиада среди молодежи проводится с 2003 года. За это время ее участниками стали около 10 тысяч спортсменов-любителей. Что касается спартакиады союзного государства, то в течение года она пройдет в 4 этапа, по 2 на территории каждой из стран. Второй этап состоится с 24 по 29 сентября в Могилеве. Третий с 1 по 6 октября в Анапе. Завершится спартакиада с 16 по 21 октября в Волгограде. Чемпионат страны по мини-футболу завершился и команды отправились в отпуск. Тем не менее, новости из стана команд не перестают поступать. Накануне стало известно, что главный тренер БЧ Алексей Попов со следующего сезона возглавит Таршанский-Виттен. Вслед за Главковым команду покинул и его помощник Илья Гурин. Кто возглавит железнодорожников станет известно совсем скоро. Переговоры с потенциальными кандидатами ведутся в данный момент. Что касается игроков, то команду покинули Антон Рубцов и Артем Гусельников. Продлили контракты старожилы Константин Кусков и Никита Андреевский. В то же время продолжается активный поиск новичков, как в пределах чемпионата, так и вне его. Правда, говорить о конкретных фамилиях станет возможным только после назначения нового главного тренера. В городе Вилейко Минской области завершилось республиканское первенство по прыжкам на батуте. По результатам состязаний команда нашего региона заняла первое общекомандное место. Свой вклад внесли Антон Казакевич, выигравший золото в индивидуальных прыжках, и Анна Конопляник, завоевавшая серебро в аналогичной дисциплине у девушек. В синхронных прыжках у юношей медали высшие пробы на счету гомельчан Романа Прохоренко и Антона Казакевича. Виктория Галузина и Арина Грапова поднялись на вторую ступень пьедестала. Также в составе Гомельской области отличились Ксения Яночкина, а также Никита и Ярослав Фурс. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь 4.